всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании в начале видео вставлю кусочек с ярмарки собственно с нее же я и начну ярмарку было позавчера то есть это было суббота 21 мая сегодня понедельник 23 соответственно и ну что у меня было на столе на ярмарке будет видно там буквально 15 секунд видео посмотрите и как я уже говорил в предыдущих видео специально не стала ничего к ярмарке навязывать и скажу так что наверное это была моя ошибка в плане того что как бы это сказать в общем из всего того сразу скажу из всего того что у меня было на столе это были в основном все мои изделия которые в наличии но это все связано с детской тематикой это погремушки комфортеры но какие-то игрушки большие игрушки ну как относительно большие несколько мне плюшево было игрушка на тоже все видим вы уже посмотрели и единственное что я навязывала еще раз повторюсь это котики колобки по мастер-классу с канала мир вязаных игрушек это навязывал я только потому что у меня оставались какие-то остатки плюшевой пряжи и был вот один моточек единственная плюшевой пряжи желтого цвета поэтому чтобы специально не покупать никакой ну как бы я себе сказал что я принципиально не буду ничего покупать ничего навязывать то есть из остатков но так как они все равно лежат какая разница будут они израсходованы и эти игрушки возможно купят и я получу как какую-то прибыль да либо это просто будут достаточки валяться у меня дома в общем далеко ходить не буду я скажу так что единственное что продавалось и продалось это котики колобки у меня их было ой насколько я помню два маленьких там там видео тоже видно два маленьких оранжево таких желтых пестрых котиков вот они продались но я скажу так что я продавала ну для меня это цена просто копеечная то есть маленькие котики у меня были по 200 рублей были в самом первом видео когда я показывала где я готовлюсь к выставке мне были два серых котика один который был похож на хомяка но он собственно и остался сын его забрал себе второй серый котик продался его тоже продала за 200 рублей и вот большие котики колобки я продавала по 300 вот из больших у меня по моему их всего было 6 насколько я помню три желтых два таких коричневатых и один рыжий вот остался один рыжий вот ну то есть вот так то есть было продано по моему в общей сложности что-то как-то около 1900 у меня получилось за ярмарку ну и соответственно 200 рублей это был взнос ну как бы участие на ярмарке вот 1700 было заработано скажу сразу была ужасная погода был очень-очень сильный ветер то есть расклад когда разложили игрушки я ходила с дочерью со старшей мы разложили игрушки игрушки летали скатерть улетала все это все постоянно вот уже вот так вот это все поднималась опускалась ужасно было холодно то есть мы сидели в куртках как и в двух капюшонах я брала с собой вязание думал я там что-то повяжу вязать был невозможно то есть вплоть до того что руки просто очень сильно мерзли поэтому все ярмарка была с двух часов дня до 21 но где-то до 20 30 мы там были и потом уже собрались и ушли последние продажи были наверное уже где-то как раз около 8 часов не могу сказать что было очень хотя нет народу ну как бы сначала не очень много часов после 6 наверное там было то была ночь музеев и после шести часов как раз началась развлекательная программа около музея то есть там было много народу прям действительно очень много частично они пошли сюда на ярмарку а частично большая часть остались там они стояли в очереди в музее то есть они до ярмарки не дошли вот но по крайней мере когда уже там началось какая-то какое-то движение началось около музея то хоть как-то народ стал подтягиваться хоть как-то ходили скажу сразу что на удивление дети вообще как бы не обращали внимание на игрушку не не то ли вообще в принципе не конкретно на мои игрушки а вообще то есть как-то детей больше привлекала какая-то мелочевка там какие-то магнитики что-то из еды какие-то пряники но что-то такое вот к игрушкам очень и очень ровно и собственно всех котов и один котик был продан девочка выбрал но ей наверное годика полтора было вот она выбрала котика остальные все это молодежь то есть покупали там молодые люди девушки девушки себе или там в подарок подружкам но то есть это и внимание на игрушки вообще в принципе то есть подходили оставляли какие-то комментарии это тоже были в основном это была молодежь и очень много мужчин разного возраста то есть от молодых мужчин и до мужчин уже в возрасте то есть просто подходили смотрели там что-то говорили какая малота или еще что-то но это было мне было удивительно что это были огромное количество именно мужчин женщины как-то вообще практически не подходи про цены я даже говорить не буду потому что но это всегда так было наверное все кто участвует в ярмарках об этом знают то есть все что дороже 500 рублей это сразу тогда все понятно и все человек уходит то есть это это очень дорого было много столов связанными игрушками было точно помимо моего стола еще наверное стола 4 а может быть даже 5 и там именно девочки женщины даже бабушки они именно целенаправленно такие у них ярмарочные игрушки то есть очень много мелочевки очень много брелочков очень много всяких героев мультиков там собственно да это это то что должно быть на ярмарках но опять же я уже повторяться не буду почему я это целенаправленно не стал делать если кто-то хочет мое мнение по этому поводу в предыдущих видео она есть вот поэтому целенаправленно этого не делал хотя прекрасно понимаю что были бы у меня там три кота и какие-нибудь те же хаги ваги как их танки 7 писем кисе миссии как их там ну вот то я думаю что они бы продавались но и вот эти вот брелочки там по 100 по 150 рублей но я принципиально этого не хотела и но еще раз говорю я не не продаю на ярмарках то есть это для меня был вот так вот я там один-два раза в год участвует то не всегда это далеко не каждый год так вот мне там что-то захотелось накопилось у меня какое-то количество игрушек с чем можно выйти я выхожу или там если эта выставка бесплатно или если она за какую-то символическую стоимость но участие такое целенаправленное чтобы постоянно только участвовать в ярмарках нет и такой цели я себе не ставлю и честно говоря вот это вот вся мелочевка это все вообще не мое и ну не знаю я это не люблю вязать не хочу вязать потому что мелочевку по сути она тоже но если это не из плюша хотя плюшевая пряжа сейчас тоже не дешевая если уж на то пошло а вот вся мелочевка да очень много из акрила очень много вот у тех кто стоит связаными игрушками у которых прям столы и завалены разными разными вязаными игрушками это акрил то есть нет там никакого не хлопка и и даже полухлопка это чистый акрил его видно игрушки отличаются но и далее у них соответственно цена ниже чем у моих игрушек поэтому но переходить на акрил нет опять же участвовать в ярмарках как-то их выискивать и работать только на вот ярмарке тоже нет иметь огромный какой-то ассортимент именно всяких брелков и так далее нет хотя я заказала себе на алиэкспресс не знаю теперь когда это придет то что очень долго последнее время все идет вот эти вот основы для брелков с крабинчиками но я хочу я буду вязать какие-то брелки но я хочу их вязать как подарок к заказу то есть если это какой-то большой заказ там грубо говоря это сердечко в цвет заказа или какая-то там еще любая другая там мини какая-то игрушечка или может быть когда у меня я даже почему и собственные не навязывал и и мист старалась и не вязать такие маленькие мне нету основ для брелков просто делать какие-то веревочки ну смысла нету поэтому и брелков и не делал может быть если бы у меня были основу может быть и навязала бы какое-то количество может быть когда у меня будет свободное время и желание потихонечку буду навязывать там ну 1 2 3 брелочка там какие нибудь ну просто чтобы они были и иногда у меня даже детям своим на каким-то там друзьям подружкам на какие-то праздники мероприятия так чтобы дома была какая-то такая мелочевка которая вот так вот можно в подарок кому-то подарить либо да я все-таки хочу в свои большие заказы и конечно если это не просто погремушка если это какой-то комплект там с тем же комбинезоном там какие-то игрушки погремушки и допустим там сердечко но брелок сердечко или там какой-то еще другой маленький брелок в цветом допустим набора я думаю что это будет мило и приятно ну вот так про ярмарку сказал теперь про готовые работы сейчас это уберу в предыдущем видео показывала что я вяжу комбинезон который начала еще как говорил на майских праздниках вот его довязала я его постирала я его отпарила вот это комбинезон есть у меня в коротком видео в шот видео с этим комбинезоном и набор там комфортер и погремушка коричневого цвета немножко другой оттенок вот то есть это наборчик с но игрушками комбинезон плюс игрушки комбинезон еще расскажу здесь вот деревянные пуговки тоже все с алиэкспресс комбинезон это газал baby cotton xl ушло у меня по моему около четырех моточков то есть каждый моточек по 50 грамм около 200 а получается 200 грамм ничего ушло я хотела связать шапочку и пинетки еще комбинезону но у меня остался один моточек и я поняла что на шапочку на шапочку мне хватит а вот на пинетки уже нет а потом нашла еще у себя в остатках в предыдущий раз похоже уже тоже покупала такую пряжу и у меня осталось ну там еще какой-то кусочек так что я думаю что хватит на пинетки и на шапочку и поэтому скорее всего довяжу чтобы уже был такой полный комплект а так это что касается комбинезона его сейчас уберем дальше после комбинезона у меня был нож комбинезон от не на заказ а вот дальше у меня был заказ для фотографа у нас здесь в моем городе фотограф новорожденных она заказала мне мишку наверное все узнали это мишка тема по мастер-классу юлия дейнега но у нее это мишка полухлопки ну то есть он довольно большой и я уже таких тоже вязала из полухлопка здесь нужен был медвежонок маленький ну потому что детки маленькие этот мишка будет участвовать фотосессии буквально через несколько дней я потом попрошу фотографии возможно мне хотя бы какие-то покажут и если мама разрешит добавлять фотографии то я обязательно оставлю фотографии с этим не шуткой как они будут там два близнеца и так как близняшки они маленькие естественно новорожденные то ну как бы большой медведь ну он будет как пол те большие они получались около 28 сантиметров и он будет как пол малыша очень большой поэтому заказчица попросила в два раза меньше ну вот собственно 14 сантиметров он и получился 14 15 где-то так и вязала я его из хлопка это витококо тоже всеми известный хлопок вот это тоже если кто-то хочет связать то наверняка все знали такой момент да что если хотите игрушку поменьше то просто берете тоньше пряжу если хотите побольше то толще единственное если в следующий раз а я может быть повяжу еще таких мишек именно вот маленьких то наверное надо немножечко мне кажется получаются как-то длинноватые ноги не знаю либо но если чуть выше тут тело тоже не такое большое с учетом того что мастер-класс я меняла тело я меняла много там изменений добавляла ряды и с убавками и без убавок ряды здесь добавлял в голове я тоже по-моему один ряд с убавками убирала в мордочке один ряд суба ну то есть здесь много моих всяких разных изменений единственное вот ноги и руки они вязались четко по мастер-класс и вот мне кажется что можно ноги чуть-чуть вот несколько рядов здесь убрать и возможно их побольше набить ну не знаю наверно не сильно стороны торчать в общем вот такой малышок получился еще не показала не успел уже даже нет фотографировать потому что отдала тоже ей же вязала сердечки тоже разные для фотосессии буду еще вязать может быть успею все-таки показать может хотя бы фотографию сделаю будут сердечки как раз вот в такой бежево-коричневые гамме для вот этой фотосессии но и вообще на будущее ей там разные будут и поменьше и побольше вязаные сердечки так это что касается готовых работ дальше для этой же девушки для фотографа на эту же фотосессию близне шаг она заказала две шапочки но это как бы шапочки типа бенни то есть они будут вот с такой немножко торчащий макушкой натянутся на голове я вот переживаю не будут ли они большими то есть как-то вот так это будет да и макушечку будет торчать это джинс надо постирать я не знаю что еще сделать я постирать постираю конечно возможно хоть как-то выровняются петельки ну не знаю мне и джинс спицами вообще не очень люблю вязать потому что но ровное полотно у меня никогда не получается хоть я и стараюсь как-то более плотно вязать в общем постирать постираю возможно они хоть немножечко выровняются посмотрим это первая шапочка и вот здесь я вяжу вторую вот нет тут еще еще буквально немножечко осталось и буду уже убавки делать вот то есть будут вот такие шапочки бежевые и коричневые потому что у малышей будут разные комбинезон чеки комбинезон чеки будут сшиты из пряжи как это лапша называется такая полосатенькая и вот примерно в таких оттенках у них комбинезон чеки поэтому будут шапочки такого плана из остатков как раз буду вязать сердечки тоже в цвет шапочек вот он будет мишка сюда вот то есть и вся такая будет фотосессия вот ну таких вот бежево-коричневых оттенков я думаю что будет довольно симпатичным вот и раз уж мы заговорили еще о покупках но вернее заговорили а тут я показала практически это я заказала буквально на днях не хочу стучать спицы у меня в принципе есть эти размеры это три заказала на вайлберис расскажу я не знаю дорого недорого там там примерно такая же цена как и в других местах но меня устраивает может быть чуть дороже но прям вот нет не критично несущественно но по крайней мере нету то есть бесплатная доставка и я их заказала и по моему через день они ко мне уже приехали очень быстро вот я заказывала так как сейчас самые ходовые для меня размеры это три и три с половиной у меня не в каких-то видео показывал у меня есть и три три с половиной и на леске 8 сантиметров три с половиной у меня к нет про классик по моему ну самый об или новый мет новый металл по моему самые самые обычные но мне у них не нравится кончик я даже покажу вот я специально принесла кстати все то что мне удалось связать на ярмарке а еще и не настолько замерзла и пряжу я тоже покажу что это за пряжа забыла что я купила что хотела показать и так вот это вот к нет про новом металл будут заклеены три с половиной 80 сантиметров тоже покупал кстати на вайлдресс здесь вот такая вот сиреневая леска ну лески меня устраивают там и тут но мне последнее время стал очень раздражать как на него сфокусировать не знаю что тут не очень вот здесь вроде бы кажется что он довольно острый на самом деле он очень тупой вот здесь довольно толстый кончик покажу сравнение вот это один и тот же размер но я не знаю видно ли вам или не видно но кончик у тех спиц которые я купила я скажу как они называются он острее здесь довольно тупой кончик и очень тяжело особенно если петельки такие довольно тугие или знаете еще что сложно делать когда убавки идут нужно сделать убавку и когда нужно вот ну как бы подцепить вот эти вот допустим здесь вот две петли да и вот 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 в этом месте возникает постоянные проблемы ну дольше не то что прям проблемы но просто вязание идет дольше здесь это к нет про карбонс вот 80 сантиметров 3 а вот нет так нигде не про не братья нет вот вот три с половиной нам это не карбонс это роял это какие-то ими я еще не вязала но тоже у них кончик намного острее но даже не то что острее длиннее и тоньше вот чем вот этих новый металл вот это значит так нет про рояль а их уберу а вот этим у меня были здесь еще более здесь еще более такой тупой я бы сказал кончик это ате премиум у меня и они у меня были на леске 100 сантиметров надеюсь видно во-первых здесь ужасная леска она практически сразу превратилась вот в такое я что только не пробовала и в кипятке и что ну в общем пыталась ее выровнять леска не выравнивается абсолютно никак то есть она в таком виде ну и мало того что она тяжело вязать когда мы джи так то она все равно она постоянно вот так вот закручивается и когда вяжем и джи клуб то это соответственно все очень тяжело но все перекручивается но и 100 сантиметров мне много я брала эти спицы это самые первые из моих ну скажем так не бюджетных спиц я их покупала здесь у нас в городе и мне нужна была леска именно 100 сантиметров для какой-то что-то я себе вязала вот и они мне так вот и лежат эти вот три номер три и ну мне не не нравились и вот я взяла номер три себе как раз к нет про карпунс ну тут тоже видно что ок нет про кончик более длинный более острый вытянутый вязать ими правда намного намного удобнее и проще и они кстати безумно легкие ну и леска здесь все нормально с ней вот поэтому это я себе приобрела на wildberries спицы хотелось мне вот теме рояль тоже буду вязать ближайшее время потом расскажу но я уверена что они будут существенно лучше чем нова металл крайней мере я так думаю там конечно уже видно будет как на самом деле вот потом покажу расскажу и я уберу и про пряжу я покупалась это здесь на совместных закупках это стопроцентный хлопок газал органик baby cotton я и вообще думала что это толстый хлопок но то есть это хлопок я судя по метражу то есть где здесь указано вот 115 метров 115 метров 50 граммах я думал что он будет такой но относительно толстенький я хотел вообще комбинезон из него связать белого цвета и он кстати но на видео он и кажется может быть толстым на самом деле по толщине это приблизительно где вы видите кончик нити по толщине вот это приблизительно как джинс вот ну чуть ладно чуть толще чем джинс вот вот вязаное полотно из него и вот тем нет вязаное полотно такой же резинкой все самое из джинс по мне они ну чуть-чуть конечно да по толщине чуть-чуть может быть больше но не существенно вот примерно одинаковым но я к тому что пряжи ты неплохая всю замечательную и хлопковая все классно но мне нужно было для комбинезонов для комбинезонов она тонковата просто я очень долго буду можно конечно и попробовать и из этой пряжи но это будет очень такой не тот вид и не то количество времени которое бы мне хотелось на него затратить поэтому я брала себе 5 или 6 моточков я думала что я буду вязать комбинезон и шапочку с пинетками белого цвета в итоге вот буду вязать просто шапочку и к слову то есть по количеству петель и которые я набрала вот здесь и которые я набираю для вязания таких же шапочек эльфиков вот из baby cotton xl ну тут тоже даже видно тут у меня нет резинки конечно но все равно видно что здесь вязка объемнее чем вот это вот в общем по количеству петелек которые я набираю обычно для такого плана шапочек я набрала как на наверное в общем намного намного больше вот что я скажу на такой же как бы размер но петелек намного больше поэтому вязать комбинезон из нее смысла не вижу заказала себе на пробку еще другую пряжу хлопковую по моему дропс мускат я себе заказала и катон вот от фибро натур но как приедет как начну как посмотрю тогда уже буду ну что что-то скажу пока не знаю что там что там будет в итоге вот это наверное все что я хотела сказать рассказать о готовых работах и о спицах и о пряже вроде бы все и о выставке вот поэтому спасибо всем за просмотр подписывайтесь ставьте лайки добавляйтесь во все соцсети которые у меня есть где удобнее общаться всем пока пока